В этом году счетная палата подвела итоги экспертно-аналитического мероприятия по оценке мер внедрения цифровых технологий в школах. Временный переход на дистанционное обучение в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией позволил выявить целый ряд структурных проблем в сфере образования, которые ограничивают распространение и использование цифровых технологий в российских школах. К таким проблемам можно отнести и различия в инфраструктурном обеспечении школ и дефицит специалистов, которые могут поддерживать и обслуживать технологические решения в системе школьного образования. Это отсутствие систематизированного обучения и переподготовки педагогов для корректного методического использования цифровых технологий и иных сервисов в образовательном процессе. Именно поэтому мы решили уделить особое внимание теме цифровизации общего образования и провели отдельное тематическое мероприятие. Итоги нашей проверки свидетельствуют, что в 2016-2021 годах произошла существенная трансформация содержания и состава мероприятий по внедрению цифровых технологий в школах. Если в 2016-2018 годах мероприятия в основном были связаны с развитием цифрового образовательного контента, то с 2019 года в приоритетном порядке решались вопросы материально-технического обеспечения и подключения школ к сети интернет. Важную роль сыграли национальные проекты. С началом реализации национального проекта образования объем государственной поддержки значительно вырос. Ежегодный объем финансирования мероприятий по внедрению цифровых технологий в школах в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился почти в 5 раз с 2,9 до 13,6 миллиардов рублей. Положительную динамику мы фиксируем и в части непосредственных результатов цифровизации. Так, например, за период с 2016 по 2020 год количество образовательных организаций с максимальной скоростью доступа к сети интернет выше 30 мегабит секунду выросло в 3,7 раза, а количество персональных компьютеров в образовательных организациях увеличилось на 27,9%. Вместе с этим мы обратили внимание на отдельные недостатки. Сохраняются различия между инфраструктурным и материально-техническим обеспечением городских и сельских школ. В целом мы констатируем дефицит преподавателей и IT-специалистов, а также необходимость развития цифровых компетенций педагогов и персонала школ. Есть недостатки нормативной и методической базы, определяющей порядок внедрения цифровых технологий в школу. В части стратегической темы цифровизации школ мы отметили, что необходим единый отраслевой документ стратегического планирования, в котором определены принципы, приоритеты, цели и задачи государственного управления в сфере образования, включая цифровую трансформацию. Все проблемы, которые мы выявили, стали основой рекомендации счетной палаты в адрес правительства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...